Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! У нас дождь, представляете? У нас такое очень редко бывает. Ну, по весне, может быть. Вчера был ветер очень сильный, а сегодня, посмотрите, это же просто великолепно, правда? Просто великолепно! Посмотрите, какие красивые ирисы! Они мелкие, вот именно эти мелкие, но их много, и они очень низенькие. А вон какой-то жучок спрятался. Мои дорогие друзья, расцвели только фиолетовые белые. Темно-фиолетовые. Посмотрите, еще голубые, вот-вот расцветут. Вот мои хризантемы, которые мы покупали. Надо уже убирать цветочек, который отцвел, да? Я думаю, да. У нас маршрутка. Маршрутка ходит по нашей улице. Это единственная улица в старом поселке, асфальтированная. Но еще есть коттеджный поселок, там тоже есть асфальт. Ну, вот и у нас тоже. Да, мои дорогие друзья. А, еще одна маршрутка проехала. Короче говоря, как в центре города. Не просто так, а как в центре города. Вот еще фиолетовые. Где-то у меня есть коричневые. Наверное, вот эти, которые еще не расцвели. Да, скорее всего, это они. И мне кажется, я именно эти разделила и посадила возле огорода. Отцвело уже. Все отцвело, уже плоды висят. Дождик такой хороший. Просто прекрасный дождик. Вот не было в этом году заморозков, но и нет тепла. Я даже не могу представить, когда помидоры начнут хорошо расти и когда все-таки взойдут и будут расти огурцы. Для меня вот загадка природы. Курочки в грязи ходят. Мои зайки. Вот эта курочка несет голубое яйцо. Это амираукана. Или араукана. Я их путаю. Ну, они как бы взаимовяжущиеся. Так, что ли. Вот из одной партии один петушок вот как бы без хвоста, а вторая с хвостиком. Хотя это были голубые яйца. Из одного хозяйства мы покупали. Так что вот так. Они там вместе как-то. Может такой родиться, может такой. Друзья мои, смотрите. Мы с мужем, вернее даже не я, а он, придумали вот такую конструкцию. И она работает. Представляете? Вот, смотрите. Курочка, у которой я в прошлый раз отвоевывала яйцо. Вот оно. То есть оно скатилось. Но, знаете, она долго не неслась. Возможно, у нее получалось сожрать яйцо. Но, наверное, дня 3-4 мы ждали и думали, что все. Она съедает и конструкция не работает. Но, смотрите, конструкция сработала. Вот это да. Я в шоке. Видите как? Мы, во-первых, мы сделали поменьше проход. Яйцо туда скатывается, как получается. Вот, видите, да? И вот так оно у нас укатилось. Вот. Здорово. Надо обрадовать мужа. Не, ну я его уберу. Вдруг курица решит, что надо пролезть глубже и сожрать яйцо. Ну, вот так. Слава Богу, сработало. Знаете, мои дорогие друзья, я рано радовалась. Все-таки предыдущее яйцо, как я понимаю, она сожрала. Потому что, смотрите, жидкость. Что это за жидкость? Я подразумеваю, что это яйцо предыдущее как-то туда вот скатилось. Для нас было незаметно. Мы руку туда не просовывали. А так внешне было незаметно. И вот, видите, я яйцо-то забрала сейчас. Видите, вот я яйцо забрала. Вот, видите, я яйцо-то забрала. А там жидкость. Мне кажется, это белок. То есть, самой шкурки даже нет. Видимо, она ее как-то подхватила, как-то, не знаю, зажала и сожрала. Но вот все-таки удача улыбнулась. И одно яйцо мы у нее все-таки отвоевали этой конструкции. Надо мужу сказать, может быть, сделать немножко больше наклон. Не знаю, не знаю. Короче говоря, хотя бы какой-то шанс появился отвоевать яйцо. Но, но, видите, все-таки она что-то сожрала. Я убирать не буду. Я хочу показать мужу. Потому что он у меня такой иногда не верит. Лучше показать наглядно. Вот еще одно яйцо беленькое. Смотрите, какой ужасный жук. О, я такое боюсь. Правда, правда. Ну, раз ползет, значит, ему куда-то надо. Пусть ползет. О, боже. А вот, мои дорогие друзья, сидят перепелки. Это те маленькие детки, которые сидели в брудере. Представляете? Короче говоря, им больше месяца. И они у нас девочки на племя. Часть мальчики на мясо. Ну, такова жизнь. Прошу прощения. Я тоже к этому не готова. Но муж мой занимается этим. И я, как жена, должна его поддерживать. Поэтому вот они именно у нас вот такие. Сейчас они уже по 250-300 грамм. Их уже пора продавать. А это старое племя у нас сидят. Это селадоны, которые дохнут, потому что они старые. И мы отдаем их собаке. Это племя, которое несет нам вот этих вот прекрасных цыплят. И, кстати говоря, у меня сейчас лежат на вывозе в инкубаторе еще яйца. Они проветривались. Надо бежать, закрывать инкубатор. Вот, мои друзья, 20 минут яйца перепелов проветривались. Да, хорошо. Вчера я авоскопировала 6 штук неоплода. Вытащила оттуда. Пока что нашла 6. Здесь 151 яйцо. Минус 6. Так что инкубация продолжается у меня. Вот такой у меня инкубатор несушка на 104 яйца куриных. Очень хороший. Меня все устраивает. Сначала я с ним мучилась, а потом приладилась. И теперь все хорошо. Все нормально. Еще у меня проклюнулись огурчики. И мне надо их затолкать в землю. И это целое дело. Сейчас пойду займусь еще этим. В одну грядку я уже посадила огурчики. А теперь я посажу огурчики вот в эту грядку. Будем надеяться, что они вырастут. Потому что очень плохо взошли на первой грядке, которая у нас под пленкой. Ну, надеюсь, что что-нибудь получится. Вообще-то дождь идет, и я, получается, под дождем это буду делать сейчас. Мне, конечно, это не нравится. Ну, а что делать? Придется. Иначе хвостики слишком переросли. А капуске нравится здесь сидеть. Она вон встала. И мне кажется, уже растет. Молодец, капуска. Молодец. Ну, ладно, мои дорогие друзья. Буду заниматься делом. Дождь усилился. Я посадила пол грядки. Надо подписывать, а ложки мокрые не пишут. Но я как могла там нацарапала. Потом, пока не забыла, надо будет все переписать. Так вот, мои дорогие. Все. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Пошла я домой, потому что я промокла. У меня спина мокрая. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.